будет полезным тем людям, кто сейчас борется с акне. Поделюсь с вами пятью правилами или пятью пунктами, которые помогут вам в вашей борьбе против воспалений. Первый пункт, первое правило, это ни в коем случае во время активных высыпаний, когда у вас есть подкожники и, не дай бог, белые какие-то оприщечки, точнее, ну, белые гнойнички, нельзя пользоваться ни в коем случае скрабами, даже никакими суперщадящими, там, где все скрабирующие частички полностью химические, даже как бы они круто не были очень хорошо закругленные, в любом случае они будут травмировать вашу кожу, и если у вас есть, допустим, откровенные такие белые гнойнички на коже, во время скрабирования, конечно, они будут травмироваться, и все содержимое будет благополучно выпускаться наружу, и вы будете во время умывания это все размазывать у себя по лицу, эти бактерии, и это будет просто замкнутый круг, ну, и, конечно, помимо этого всего, будет травмирование кожи, и уж тем более нельзя пользоваться никакими натуральными скрабами, по типу чистая линия абрикосовые косточки, косточки малины, это вообще нельзя делать даже здоровой коже, даже для кожи тела такие подобные скрабы абсолютно недопустимы, о них мы поговорим еще дальше. Второй пункт, это не использовать кислотные пилинги, даже те пилинги, которые предназначены для домашнего ухода, по типу The Ordinal, не использовать их на свежих воспалениях, и тем более не использовать какие-то суперядерные, ядренные пилинги, которые просто отшелушивают все на своем пути. Это можно делать, когда у вас кожа начнет приходить более-менее в нормальную форму, в нормальное состояние, но на свежих, свежих воспалениях ни в коем случае не используем мы никакие пилинги. Третий пункт, это грамотное, правильное очищение кожи. Ни в коем случае нельзя использовать средства гели-пенки, которые очищают кожу до скрипа. Вот такие вот очищающие до скрипа кожу средства, они удаляют не только грязь, пыль и разные загрязнения с кожи, но они вместе с этим благополучно удаляют еще, нарушают гидролипидный баланс кожи. Ваша кожа становится более уязвима, и на ней обязательно будут появляться все новые и новые еще сильнее, страшнее воспаление на коже акне. В случаях с акне, с проблемной кожей, конечно, вам лучше всего использовать пенки, в которых, ну или, допустим, гелевые средства очищающие, разные крема, в которых будет pH не более 5%. И в целом выбирать средства, которые будут маркироваться как средства для чувствительной склонной к аллергии кожи, потому что кожа с акне это уже чувствительная кожа. Четвертый пункт, это обязательное увлажнение кожи лосьоном или тонизирование после умывания, после контакта с водопроводной водой. К сожалению, в большинстве регионов России, да и Украине, да и в целом, по советских странах, водопроводная вода оставляет желать лучшего. В большинстве регионов действительно очень жесткая вода, которая будет стягивать вашу кожу, даже несмотря на то, каким бы суперщадящим, супернежным средством вы не умывались. Все равно будет оставаться вот этот налет разных примесей, которые находятся в вашей водопроводной воде. И для этого, конечно, обязательно увлажнение и тонизирование кожи после умывания, после контакта с водопроводной водой. Можно, в принципе, обойтись вместо лосьона, наносить после умывания, использовать термальную воду. Она тоже будет более-менее как-то нормализовать ваш pH-баланс на коже и будет убирать вот эти примеси, разные химические элементы, которые остаются после контакта с водопроводной водой. И, конечно, она будет еще дополнительно тонизировать вашу кожу. Термальная вода – это просто must-have для проблемной кожи. Если вы еще никогда не использовали термальную воду, обязательно попробуйте, используйте, купите для начала маленькую баночку и посмотрите на результат. Пятый пункт – это правильное, грамотное увлажнение кожи, да и в целом адекватный уход за кожей лица, кожи, на которой есть акне, даже жирную кожу уже множество раз. Конечно, было это сказано, но я считаю своим долгом повторить это в своем видео. Жирную кожу, кожу с воспалениями нужно обязательно хорошо увлажнять. О хорошем работающем уходе, который помогает в борьбе с лечением акне, я рассказывала вот в этом видео, ссылочку я оставлю еще внизу в описании под этим видео. Поэтому, когда закончите смотреть этот ролик, обязательно переходите и посмотрите ролик, в котором я рассказываю, показываю хорошие работающие средства для проблемной кожи, которые помогают лечить вашу кожу. В частности, мой нынешний любимчик – это бренд Комтиси, особенно вот эта вот молочная эмульсия. Использую я ее всегда в каких-то непонятных ситуациях, когда что-то намечается или уже есть воспаление. Я всегда сразу наношу это средство. Его можно, в принципе, и на ночь наносить, как ночной уход этот молочный лосьон, и можно наносить как дневное средство. Оно абсолютно не жирнит кожу, дает именно правильное, грамотное увлажнение. И кроме этого, держит все бактерии на коже лица в норме. Это средство не дает плохим бактериям размножаться на вашем лице, которые вызывают в свою очередь акне. В общем, вот эти все плохие бактерии это средство держит под контролем. И, конечно, оно правильно и грамотно увлажняет кожу. Если у вас проблемная кожа, и вы делали что-либо из этих 5 пунктов, которые я говорила, нельзя делать, попробуйте хотя бы на неделю исключить вот эти негативные действия, и вы уже через неделю увидите позитивный эффект. Я вам это гарантирую просто 100%. Ну и, конечно, конечно, нельзя ни в коем случае давить прыщи. Вообще трогать лицо в целом нельзя. Даже здоровое лицо, на котором нет никаких высыпаний, притрагиваться к нему абсолютно нельзя. Даже дома, даже с чистыми руками. И на супер здоровой, супер хорошей коже, если к ней постоянно прикасаться, со временем обязательно появятся высыпания, воспаления, не говоря уже о проблемной коже, на которой действительно много разных, допустим, подкожников и гнойничков. Абсолютно исключите прикосновение руками к вашей коже. Обычное, казалось бы, действие, которое не стоит абсолютно ничего, ноль рублей, но мы как бы все это с вами, наверное, много раз слышали, мы это слушаем, но пропускаем как-то мимо ушей. Действительно, это первый шаг к выздоровлению вашей кожи. Просто оставьте ее в покое и не трогайте в течение дня руками. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайтесь на мой инстаграм, обязательно подпишитесь на канал. На сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.